У природы нет плохой погоды, бывает неподходящая одежда. Именно поэтому, прежде чем выйти из дома, следует посмотреть прогноз, который составляют специально обученные для этого люди. На первый взгляд может показаться, что это все гадание и совокупность примет. Казалось бы, все ясно как день. Если солнце с вечера садится в тучу – к похолоданию, если радуга появляется на востоке – к хорошей погоде. Однако одними приметами не обойдешься. Зачастую ситуация требует точного ответа на вопрос о погоде. Тогда людям на помощь приходят метеорологи со своей необычной и довольно загадочной наукой – метеорологией. Это научно-прикладная область знания о строении и свойствах земной атмосферы и протекающей в ней физико-химических процессах. Из этого следует, что никакой магии здесь нет. Все исследования и выводы базируются на прочной научной базе, исходя из химических данных состава облаков, воздуха и всей атмосферы в целом. Действительно, даже слово метеорология у некоторых вызывает такое двоякое, может быть, ощущение. Часто люди путают метеорологии с метрологией, хотя метрология занимается мерами, единицами измерений, мерами весов и так далее. А метеорология, как это исследует и название самого, и звучание слова, состоит из двух корней – метео и логос. Метео – это любое небесное явление, логос – изучать. Таким образом, все процессы, которые протекают в атмосфере и не только в атмосфере, это все попадает в фокус изучения метеорологов. Это очень динамичная наука, и я уверен, те, кто хоть поверхностно погрузится в нее, они обязательно в нее влюбятся. Метеорология не стоит на месте. Она постоянно развивается, открывая новые возможности ученым в исследовании и прогнозировании погоды. Самыми верными считаются прогнозы на следующий день. Погода на неделю обычно носит условную вероятность в 60 и ниже процентов. Это напрямую связано с состоянием атмосферы. Чем ближе к необходимой дате сделан прогноз, тем он актуальнее. Кроме того, по мере развития науки и изучению проблем, связанных с климатическими и атмосферными изменениями, появляются новые решения и методы. Используется большое количество технологий, специализированных приборов и систем. Все это позволяет с каждым разом увеличивать точность прогнозов и развивать метеорологию настречу открытиям. На метеоплощадках используется огромное количество приборов. Притом эти приборы, как вот и стандартный набор приборов, которые используются по всему миру, это обязательная программа. Но также вот, например, существуют метеостанции, существуют метеообсерватории, где помимо наблюдательной такой функции есть и научная функция, где перечень приборов шире. А так, например, если на метеостанциях, на стандартных по всему миру наблюдают за температурой воздуха, влажностью, давлением, скоростью ветра, направлением ветра, температурой почвы, температурой почвы на глубинах и так далее, осадки и прочее, то на некоторых метеостанциях, метеообсерваториях, такая как метеообсерватория Казанского университета, есть и, например, приборы, которые позволяют нам мониторить не только метеохарактеристики у Земли, но и распределение, например, температуры и влажности по вертикали. Человек, который пожелал связать свою жизнь с этой наукой, должен понимать, что методы исследования состояния атмосферы и многие другие необходимые вычисления и расчеты обязывают его к высокой образованности и наличию знаний физики, экологии, химии и высшей математики. Аккуратность, аналитический склад ума об условиях крайнего севера и отличное здоровье – это требование, которым должен соответствовать любой метеоролог. Подробнее о том, кто такие метеорологи, смотрите в программе «Как так» на телеканале Универ ТВ. Президент Каримова, Елизавета Газизянова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости.